Теперь расскажем про линейку помпы ОУ300-2 и ОУ300-2Л. Опять так же, как во всей линейке, ОУ300-2 это головка, то есть механическая часть от помпы. ОУ300-2Л. ОУ300-2Л это помпа, как видно на рисунке, в которой дополнительно имеется еще фильтрующая часть, то есть стакан так называемый, пластиковый. Во всем остальном эти помпы абсолютно идентичны. Значит, как заявлено производителем, данная помпа объемом перекачки 700 литров в час. И высотой подъема столба водяного не более 80 сантиметров. Верхняя часть у них абсолютно идентична, поэтому мы эту линейку рассмотрим на примере ОУ300-2АУ. Так как здесь абсолютно та же самая головка, уровень шума у них абсолютно одинаковый с Акваэлем и с Кетвером. Значит, от чего состоит помпа ОУ300-2АУ. Из механической части ОУ300-2АУ. ОУ300-2АУ. В виде вот такой головки. Значит, скрепежной площадкой с присосками. Единственное, что надо отметить, что это, наверное, как контрольная метка завода, что площадка новая. То есть, вот тут для чего-то сделан бортик, если в плоскости смотреть, то он мешает присоскам приклеиться. Мы берем просто пассатижами этот бортик, отламываем и, как сказать, тем самым убираем памятник. Вот. Значит, нижняя роторная часть, которая отвечает за выброс воды. Пусть вот такая. На которой имеется носик. Для того, чтобы можно было одеть имеющийся в комплекте, шланг для запора воздуха. Значит, данный шланг одевается вот таким образом. И через данный шланг, то есть, выводится за пределы аквариума, и через данный шланг затягивается воздух и подается в воду. Непосредственно сам якорь с ротором. Мы видим здесь магнит, который выполняет роль якоря. И роторная часть в виде блок костей. Значит, вот такой вид имеет. Где, значит, имеются резиновые такие наконечники. Металлическая ось. Наконечники данные выполняют роль как бы подшипников. То есть, заменяют. Хочется отметить, что при промывании помпы, обратите внимание, чтобы данные резиновые уплотнители не потерять. Так как в ремкомплектах их нет. А без данного комплекта, то есть, помпа не работает. И, значит, непосредственно самая сервца помпы, состоящая из магнитных катушек внутри. Значит, на два промывания фильтрующего элемента. Одно промывание, значит, внутренней полости и якоря. То есть, под слизи. Значит, производим обратную сборку после промывания. Убеждаемся, что у нас резиночка попала непосредственно в центр и не зажала помпу. И проворачиваем на 90 градусов. Далее, в комплекте имеется вот такая сеточка, служащая для того, чтобы, одеваясь на нижнюю часть помпы, служить для того, чтобы можно было надеть на нее гулку. Значит, вот таким образом одеваем и размещаем в аквариуме ниже уровня воды. Далее, то есть, это комплектация 2. Пол-300-2. Рассмотрим, в чем ее отличие от комплектации пол-300-2L. Дополнительно имеется вот такой пластиковый стакан. Значит, что входит в этот стакан? Он состоит из двух крышек. Задней и передней. Далее, мы видим, что внутри, значит, есть такие пластиковые, значит, субстрат искусственный, с такими вот, скажем так, ячейками, сотами, в которых заводятся бактерии необходимые для фильтрации воды. Нарушная часть, это вот такая вот, как вот губка моют ванны, но мы их заменяем обычно акваилиумскую губку, вставляем сюда. Вот. А этой губкой протираем стекло-аквариумом. Очень такая хорошая, пожестче немножко, чем льняная ткань. Вот. Значит, в ходе эксплуатации данной комплектации, вот данная фильтрующая часть промывается. Ежики, значит, они проточной водой промываются, то есть струей как бы пробиваются, прочищаются и в обратной последовательности, то есть собираются. Ну, вообще, неудобно очень, то есть вот эту губку буду состыковать, если ее не состыкуешь, то значит она будет неправильно. То есть тут пробую, есть такие, когда направляющие, и нужно не путаю сторону. Все соединяем, ставим нижнюю и проворачиваем. Закрываем, то есть стакан готов к работе. И вот так вот присоединяем нижнюю часть помпы. Ну, и также наслесоски крепим ниже уровня воды в аквариуме. Значит, данная линейка помпы очень хорошо подходит для аквариумов с такими рыбами, как золотые, значит, маловийские цихлины или хороциновые активные. Если это аквариум просто с населением с рыбами, с соотношением необходимым 1 к 5, то тогда вот 700 литров перекачки делим на 5. Получается, что на аквариум это 150-160 литров объемом. Значит, если это аквариум с растениями, то это аквариум объемом 350-300 литров. И в данном случае вот этот шланг снимается и закрывается заглушкой. И так вот используем одну пирам, и их требуется каждого часа в 5 sindом виде Продолжение следует...